Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Алексей Михайловский в своем блоге опубликовал видео, на котором Ольга Рапунцель истерит и требует принести ей в изолятор красную рыбу и курицу. Валера Блеминкранс критикует внешность, Тата Абрамсон. По его словам, Тата совершенно перестала следить за собой и скоро ее пятая дочка вырастет до такого размера, что перестанет проходить в дверь. Он говорит, что его бывшая девушка Диана Игнатюк была гораздо лучше Таты. Она наращивала ресницы, грудь делала и вообще выглядела как куколка. Тата в ответ говорит, что у нее все нормально. Пусть Валера лучше посмотрит на свое жирное пузо. Саша Гозиас пообщалась с Мишей Терехиным и теперь она не верит в историю, которую рассказала Надя Соколовская. Как вы помните, Соколовская показывала синяки и рассказывала, что Терехин избил ее. Гозиас пишет, я не верю Наде. Неоднократно были разборки с ее переписками. Говорили о том, что она спала с Глебом, потом не спала. Скорее всего, она просто напилась и ничего не помнит. А синяки у Нади остались от волшебства в туалете. Богдан Бобрик рассказал о том, чем закончилось заселение в их с Настей Волынец комнату двух новеньких девушек. После того, как Настя попала в изолятор, я переехала в мужскую спальню. И теперь эти двое живут вместе. Непонятно, чего они добились. С коллективом они не в лучших отношениях и со мной у них точно ничего не будет. Саша Задойнов и Мадина Кузаева объявили себя парой. Теперь они будут вместе жить на вилле. Марина Мексико расстроилась, ведь она надеялась, что Саша выберет ее. Девушка пишет, две недели проживания с этим человеком дали свои плоды. Я ей не представляла, что настолько буду считать его родным и близким мне человеком. Как вы помните, ранее образовалась другая пара Вани Басикова и Ирины Пинчук. Многие девочки на острове против этой пары и пытаются всячески их поссорить. Пинчук пишет, все против нашей пары. Исполняют детский сад, пытаются поссорить, оскорбляют. Вот такие пироги. Журналисты раскрыли тайну скандальной участницы Маргариты Керн. Родом она из Удмуртии, из села Якшур-Бодья. Ее настоящее имя Мария Кунаева. Родилась девушка в семье священника. У нее было четыре младшие сестры. Отец девочку во всем ограничивал. Судя по всему, отец перегнул палку, используя строгие методы воспитания. И когда девушке исполнилось 18, она сбежала из дома и ударилась во все тяжкие. Ольга Бузова продолжает свою актерскую карьеру. Она участвует в съемках полнометражного фильма. Бузова играет роль ведущей музыкального канала. Съемки проходят на территории колонии для несовершеннолетних. Катя Король поддержала Элину Камирен в борьбе за свое честное имя против канала ТНТ. Король пишет, право на личную жизнь имеет каждый человек. Я знаю Элину несколько лет, она никогда не была замечена в той грязи, в которую ее окунули. Элина решила подать в суд и на Сашу Задойного. Она требует от него алименты. Моему терпению пришел конец, пишет Камирен. Я не получаю от Саши ни копейки. Раньше терпела, потому что понимала, что ему неоткуда взять деньги. Но 1 октября он становится полноправным участником Дома 2. А это значит, что он будет получать зарплату 150 тысяч. И алименты 25% от этой суммы будут для меня совсем не лишними. Егор Халявин решил скорректировать форму губ с помощью инъекций. Спасибо моему косметологу, мои губы теперь самый сок. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на телеканале ТНТ.